Мы говорили, что три этапа. Первый – это принять, второй – между проблемой, и третий – это внутри. На каком вы этапе? Мне кажется, что я на третьем этапе. А с кем это связано? Я сейчас посмотрю. С кем это связано? С близким человеком. Мужем? А он как бы ушел от вас, что ли? Да. Так, сейчас посмотрим. Спокойствие в сердце появилось по поводу него? Чувство легкости? Общаюсь. Это первый этап – общение. То есть вы общаетесь как друзья уже, да? Да. Ну, странно, потому что он сначала общался, а сейчас вроде бы как я ему даже пишу, но вначале отвечает, а потом считает. Все? Супер. Вот это признак перехода на третий этап. То есть человек общался, общался и дообщался. Чувствует, что уже опасно дальше общаться. У него за сердце уже хватает, он боится, потому что он боится потерять то, что он имеет. Это значит, что вот вы перескочили на третий этап. На каждом новом этапе как будто заново надо молиться, потому что новый пласт работы уходит. Вот на первом этапе, когда вы прошли спокойствие в сердце, думаете, ну все, теперь вернется. Только первый этап – 30%, 33%. Теперь надо перейти на следующий этап, пересилить себя, и во время молитвы на втором этапе начинается способность общаться. Вы общаетесь, пробиваете этот второй этап, чувствуете, что уже дружите с ним. Потом раз, неожиданно, уже кажется, что все уже как бы, уже все нормально. То есть 66% закончено. И на третьем этапе опять заново как будто надо все начинать. И вы сейчас опять у вас в сердце такое чувство, что как бы опять заново, что такое. Вот, и вы начинаете опять свою молитву, еще тяжелее настраиваться на Бога. И в этот момент вы начинаете в самую глубину сердца влиять человеку. И сейчас вы уже дошли до его глубины сердца. И сейчас он боится уже дальше общаться, потому что он чувствует, что придется возвращаться назад. То есть вы дальше настраиваетесь на Бога, начните свою молитву. И в этой молитве своей силой веры вы поменяете его сердце. Это значит, победите свою судьбу. И в этот момент, когда вы поменяете его сердце полностью, он начнет раскаиваться в том, что он вас бросил. Или там, как-то, ну, начнет раскаиваться в том, что произошло. А дальше, когда он это сделает, вы полностью победите свою судьбу. И это значит, что Бог и Он вместе с Богом они будут решать, возвращается Он к вам или нет. Если Он решает, он, ваш муж решает, я не возвращаюсь к жене, потому что у меня тут уже слишком много всего произошло. То тогда это значит, что у Бога есть лучший человек для вас, чем Он. И Бог вам это докажет потом. Вот. Или второй вариант, Он решает возвращаться и возвращается. Ну, нет, как понять, что ты так закончишь. А вот он очень просто понять. У вас в сердце появится абсолютная легкость. И у вас проблема, что муж не возвращается, закончится полностью. Я сейчас так чувствую. Нет, это рано еще. Я вижу, что вы только на начале третьего этапа. Всегда даже на втором этапе человек успокаивается. Даже на первом успокаивается. Но вот теперь, видите, вы сами не знаете, хотите вы его возвращать или нет. У вас сомнения в этом плане. Нет, я полностью верю в Бога. И пройдите третий этап. Или он вернется, или Бог даст другого немедленно. Потому что у Бога нет такого, чтобы он искал мужиков. Вот, допустим, вы ждете, когда в супермаркете появится какой-то товар. Но у Бога, понимаете, товары завались. То есть ему не надо ждать. Если человек проходит свой этап, немедленно он получает человек. Но вы не прошли свой этап, третий. Поэтому на этом третьем этапе сначала у мужа появится чувство, что он виноват. И сильное желание вернуться. Но если он все-таки решит остаться, это его выбор будет. Бог дает выбор человеку. Он на нем поставит точку тогда в этом случае. И даст вам сразу другого человека. Или наоборот, он вернется.